привет привет мои хорошие у меня на канале часто вопрос бывает то что я разговариваю с детьми на русском языке и не против ли мой муж я отвечала на этот молодец я отвечала на этот вопрос но видимо есть новые подписчики и зрители которые не знают ответ мой муж не то что не против моему за то что вы дети знали русский язык турецкий язык и как можно больше иностранных языков если получится точно так же как они выучат русские точно также они выучат турецкий турецкий они естественно будут знать потому что они живут в турции будут жить в турции и откуда ты сейчас и хочешь не хочешь они будут слышать турецкий язык я же с ними разговаривают только на русском чтобы они знали русский язык откуда им еще знать, если не от мамы. Включаю им мультики на русском языке, включаю им песенки на русском языке. Ну, куда? Куда ты? Вот ты тоже далеко не ушла от братика. Это тоже ягоза. Поэтому русский язык, чтобы знали дети, муж очень-очень хочет. Да. Мои хорошие, папа с дочкой у нас на кухне сегодня. Папа что-то там готовит. Что он может готовить? Макароны, скорее. И все. Но мы любим макароны. У меня какая-то фигня вылезла. Никогда в жизни у меня вот такой вещи на лице не было. Не знаю. Может, съелось что-то не то. А мы с сыном вот здесь. Только что поели они у меня супчик. Ну, после супчика обязательно смесь. Что бы они ни ели, следом они всегда едят смесь. Да, мамина? Потом всегда кушаешь смесь, да? Без смеси никуда. Да. У него столько энергии. Машала, маршала. Так что сегодня у нас... Пойдем на кухню посмотрим. Сегодня у нас папа с дочкой на кухне. Сейчас увидите эту королевишу. Посмотрите на эту королевишу. Разлеглась. Ты с папой на кухне, да? Ты деловая, да? Да, мамина? Наелась, лежит королева. Жилетку тоже я на нее надела. Кто-то нам ее подарок принес, я не помню уж. Папа вот готовит. Чеснок чистит. Молодец. Привет. Привет. Привет, сказал вам мой муж. Вот так вот у нас дела. Привет, привет, мои хорошие. Сегодня у нас воскресенье, и мы, конечно же, выехали с мужем. Мы выехали на завтрак. Первый раз за все это время. Как у нас появились детки, получилось у нас выехать на завтрак. Они, наконец-то, чуть-чуть повзрослели и ведут себя более-менее. Доча поела, вот сынуля сейчас ест. Завтрак нам принесли. Вот классический турецкий завтрак. Бюреки. Там, скорее всего, начинка будет творог. Несколько видов сыра здесь на столе. Орики, стухофрукты, я вижу. Это картофель. Каймак с медом. Оливки. Ну, оливок только два вида, почему-то. Это, по-моему, мед. Буне, а чё? Кабак. Ой, мед, говори. Я думала, это варенье, а это тыква. Ну, вот, в принципе, помидоры, огурцы, хлеб, яйцо. Здесь очень красивое место. Несколько этажей. Мы сели, по-моему, на втором этаже. Потом я выйду, поснимаю вам. Сперва нужно позавтракать, успеть. Пока дети видят себя прилично. Там на улице птички. Очень хорошее место, кстати. Мои хорошие в итоге не ели как позавтракали. Дети не дали спокойно завтракать. Ну, в конце завтрака они уже начали ворчать. Сына, я взяла дочку, губ взял, огурцами кормит. Не кормит, она так облизывает только и всё. Им всё интересно, всё разглядывают. Всё трогают. Сейчас я вытопа снимаем. Мне самое интересное на это место посмотреть. Я знаю, что здесь есть ещё эти номера. Отель здесь ещё есть. Потому что я видела в Инстаграме, где влюбленных отмечают предложение и так далее. И показаны были номера. Так, вот здесь есть ещё такой зал на свежем воздухе. Открытый. Смотрите, как красиво. Сейчас я поснимаю. Смотрите, какая панорама. Сегодня здесь сидеть немножко прохладно, потому что есть ветер. Если бы мы были одни, можно было здесь. А так ветерочек. У меня сынишка на руках, поэтому немножко телефон дрожит. Птички здесь, птички. Птички. Вот умеем же турки создавать красоту. Мы сидим вон в том зале прямо. Место для перекура вон слива. Можно посидеть, покурить, чай попить. А, вот это ветер. Не, на улице я бы не рискнула. Общество есть. Цветочки, как всегда, везде, как красиво. Так, чем кормит папа, дочь? Не верни сыну, да? Не верни сыну, да? А за насильный завод? Лор, пейнер верни, диньми? Я не дикю. Так, сейчас здесь тоже птичек к вам поснимаю. Цветы. Господи, им не холодно. Они мокрые, мокрые. А Зланчик, это уточки. Это, типа, дерево желаний, что ли? По-моему, да. Типа такого. Прикольно. Торчи, здесь огромное место. Я все снимаю, снимаю, а забыла вам сказать название. Вот так называется. Хас Кёй. Вот у них комнаты в отеле. Летнее тоже место. Ездить можно, свадьбы проводить. Потом. Вот такое вот меню к вечеру. Меню у них, к сожалению, нет. Вот вечером мясо с выпивкой на мангале. И вот завтрак. Слинуля, не трогай. Так. Ой, это адрес этой воды. Это вам не нужно. Вот для резерваций. У них есть страничка в Инстаграме. Так и называется. А, стой, измир, посмотрите. Мой муж все наворачивает и наворачивает. Вкусно, да? Не слышит меня. Визельма? Сейчас мы поедем дальше в магазин метро. Я вот за 4 года проживания в Турции ни разу там не была. Ай, Синуля, тебя снять. Парковка именно этого заведения. И, конечно же, здесь детская площадка. Я забыла просто об этом сказать. Без детской площадки, в принципе, такие места практически не бывают. Я жду, пока мою бутылочку помоют. Так. Какое сегодня небо красивое, красивое. Впрочем, как всегда. Но ни одного облачка я не вижу. Там внутри мангал. Кладовка. Видите, ветер какой сегодня. Наверху куча-куча скворечников. Я по этим скворечникам узнала это заведение. Потому что по дороге сюда это деревня. Деревня Чичикликёй называется. Цветочная деревня, если переводить. По дороге сюда очень много вот таких заведений, где завтракают. А это вот именно такое одно. Немножко хочу поснимать вам дорогу. Через стекло, конечно же, ну, что делать. Всем пенчелей копать. Да, и... А к нам спустил, чтобы было лучше, а так нам... Коза не демек, орда коза язвей. Коза. 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 Коза варя. Ипек божия варя. Русский коза не демек, блио мусс? Кечи. Коза, бак, шунна, козалак. Озам биде коза, шей. Келебеян, ани, ювасы варя, ипте, ипек. А? О, коза. Чё не поела? Чё, все, агломат. Так, ну, куртка. Более, не боялся, где уже стоит. Камам. Вот она дорога. И вот так по дороге справа-слева куча таких вот заведений подобных. Так, так, так. Так, эта деревушка находится по дороге от Измиро в сторону Манисы. Так, я ж так и не сказала, что означает коза. Как я поняла, как он объяснил, коза, это кокон. Не знаю, насколько я правильно поняла. Вот так объяснила. Вот деревушка сама. Гюле-гюле там написано впереди. Это до свидания. До новых встреч. Красиво, конечно, мне нравится эта деревня. Мы в прошлом году, когда я была в положении, часто сюда приезжали. Ладно, здесь уже все одинаково дальше. Так, забыла сказать цену. Цена завтрака, которую мы заказали, в принципе, там вам, по-моему, один вид, на двоих человек 92 лиры. Получается, на одного человека 46 лир. 92 лиры, я даже не знаю, сколько это в рублях. Надо будет в интернете перевести, посмотреть. Вот так вот. Подорожало все. В прошлом году, по-моему, такой завтрак примерно 60-70 лир. Нет, примерно 70-80 лир, что он подорожал. Но не так прям, чтобы два раза подорожало. Лир 70-80, по-моему, было в прошлом году. В такой месте. Место хорошее. Прям именно вот место хорошее. Там зелень, природа. Все хорошо. Но в таких заведениях есть один большой минус, который меня, ну, я не скажу, что прям так сильно напрягает, но он напрягает. Сравнивая с заведениями, которые я ходила в Дагестане, например, У меня даже мужа об этом сказала, и он согласился, в который я ходила в Дагестане, например, приносят чайники с водой, да, с чаем. Чайники бывают сверху грязные, обляпанные. Столы, вот я обращаю всегда внимание на столы, на ножки. И все, знаете, вот чай разлили, например, брызнула на ножки стола. Сам стол вытерли, ножки вот так остались. Обычно в заведении такого плана, где есть панорама, бывает всегда огромные стекла. Вот там тоже было огромное стекло, двери стеклянные. Все стеклянные, это все не вытирается неделями. Вот это вот антисанитария. Ну, надо с этим или смириться, или ходить только вот такие прям супер-купер-рестораны, и все. Но в супер-купер-ресторанах, мне кажется, таких панорам не бывает. В такие места люди ходят в основном из-за панорамы и из-за воздуха, из-за чистого, свежего. Вот такое вот бывает. Не удивляйтесь, если увидите. Да. Ладно, привыкать к кому. Наверное. У нас в Дагестане, честно скажу, это не то, что вот я хвалюсь, вот у нас в Дагестане такая чистота нет. Но в этом плане в заведениях у нас всегда чисто. За этим работники следят. И если в твоем заведении не будет чисто, тебе второй раз никто не придет. Не то, что второй раз, первый раз даже туда не сядь. Какое дело есть у нас? Если это не так, вот пусть кто был в Дагестане и ходил в такие среднестатистические кафе среднего уровня, с нами пишут, выходят там чисто или нет. Я не говорю про забегаловки. В забегаловки, честно сказать, я не ходила. Чапку накрываюсь. Мы в пути, мы в дороге. В дороге безмерно, час пять дней. Возналовки и оттуда, наверное, в метро. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...